В славянской школе номер один появилась новая современная электроплита. Обновить материальную базу в школьной столовой удалось благодаря спонсорской помощи. Подробности далее. Ежегодно в школе обновляются кабинеты, приобретаются учебные оборудования, старые деревянные окна меняются на пластиковые. Вот только школьную столовую эти перемены и преобразования обходили стороной. Советская техника стойко выдержала 40 лет активной эксплуатации. Но в этом учебном году она сдалась и сломалась. Из строя вышла большая плита. Руководство школьной столовой обратилось за помощью к учредителю образовательного учреждения администрации Хасанского муниципального района. Плиты вообще морально устаревшие. 1985 года производства и для организации питания на самом деле было очень сложно. В последнее время, буквально период, были опасения о том, что вообще будет срыв процесса образовательного и организации питания. К решению вопроса подключился глава района. В качестве спонсора выступила компания ООО «Ки». Данное предприятие ведет строительство газонаполнительной станции близ поселка Краскино. Руководство компании незамедлительно откликнулось на призывы о помощи. Уже через три дня представитель инвестора и депутат Думы Хасанского района Владимир Остапченко доставил славянку дорогой подарок и вручил его руководству школы. Приобретение этой печи для нас, для школы, это огромный плюс, очень долгожданный. И мы очень рады. Спасибо им за такую помощь, оказанную для этой школы. Вкусные обеды и свежую душистую выпечку повара столовой славянской первой школы теперь будут готовить на новой современной электроплите. В шесть комфорах просторная духовка. Еще совсем недавно работники столовой могли об этом только мечтать. Глава района Иван Степанов поздравил школу с ценным приобретением и отметил, что школьную столовую планируют обновлять и дальше. В планах приобрести жарочный шкаф, новые стеллажи, сделать ремонт в помещении столовой. Вообще, это не единичный случай в районе, когда бизнес участвует в решении социальных вопросов. Взять, к примеру, торговый порт «Пасьет», морской порт в бухте Троицы, «Восток-бункер», «Уссурист-Сантехмонтаж». Эти предприятия постоянно оказывают помощь образовательным учреждениям Хасанского района. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.